Злой рок навис над стройкой на пересечении улиц Курчатова и Московской. Десятый год здесь безуспешно пытаются возвести магазин. Участок под строительство взяли в аренду в 2013 году. Провели опрос среди жителей соседних домов. Собрали 150 подписей за стройку. Однако позже свою позицию высказали те, кто был против. Инициативная группа жителей обратилась в суд. Строительство приостановили, участок обнесли забором. Спустя несколько лет судебных тяжб умер один из инвесторов. Пришлось решать проблему наследования. Стройка затянулась снова на несколько лет. Затем грянул ковид. Вместо работ здесь только латали постоянно падающий забор. И вот в юбилейный десятый год новая напасть. Уже готовы были строить. Обратились в администрацию за получение разрешения на строительство. Это уже 23-й год получается. И внезапно выяснилось, что администрация, внося изменения в генеральный план города, ну, судя по всему, ошибочно поменяла назначение этой зоны. И теперь на этой зоне, соответственно, магазин в разрешенный вид использования не входит. Поэтому на текущий момент инвесторы и обращаются непосредственно к администрации, чтобы они поменяли вот это назначение. То есть мы практически вернули назначение магазин, как это и было раньше. Вопрос вынесли на публичные слушания. Как и в 2013 году, в 23-м опросили жителей соседних домов по вопросу завершения стройки и возведения магазина на этом участке. В комиссию предоставили список одобрительных подписей в поддержку стройки на 16 листах. Однако не все участники слушаний были согласны с объективностью опроса. При обращении с подписями тут, значит, даже я не знаю, сколько страниц. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Там порядка 16 страниц. Порядка, в общем, 16 страниц. Поддерживаем окончание стройки строительства другого офисного центра. Считаем, необходимо быстрее закончить постройку здания, магазина и предоставить вид магазины. Вчера приходила девушка, которая агитировала вот эти списки, они вам дали. Она мне объясняет, здесь будет небольшой магазинчик, детская площадка и стоянка. Так где же этот небольшой магазинчик и где эта стоянка? Вместо маленького магазина инвесторы планируют возвести трёхэтажное здание высотой 13 метров. Первый этаж отведут для магазина, а вот второй и третий – под офисные помещения. Также в рамках проекта на участке планируют разместить детскую площадку, которая, к слову, уже есть между домами, и парковку на 70 мест. А выходит, там детская площадка была между нашими домами, так она и осталась. А здесь вот парковка, вот насколько я понимаю, покурчатывая. Это же вот там сейчас то место, где, наверное, останавливается заводской автобус. И что же там будет за парковка? И я с этого первого дня начала строительства наблюдаю каждый день, 24 часа, что там происходит. То заборы у нас летают, то грохот, и потом, если поставим три этажа, где моя квартира будет? Где мои окна будут? В цоколь. В тундре? Точно. В постоянной темноте. Если строительство магазина разрешат, возвести его планируют к концу 2024-го, началу 2025-го года. Отказ в изменении формы использования участка только затянет и без того нескончаемый долгострой, утверждает представитель застройщика. Вы, инвестор, большое желание построить. А у нас нет этого желания. Ваши попытки остановить строительство, они приводят ровно к одному. Строительство останавливается на необозримое время. То есть вот эту стройку, которую вы получили в 2013 году, до сих пор уже 10 лет стоящих, вы получили именно как раз из-за этих действий. Довод застройщика участников слушаний не убедил и свою позицию по вопросу строительства они не изменили. Люди настолько устали от долгостроя, что уже не верят обещаниям застройщика. Даже мы сейчас видим, да, обещали одно, а пока же там уже совершенно другое. В парковке, ну давайте нарисуем еще снизу 50 тысяч мест парковки. В границах участка парковок нет. Вы видите в этой картинке. В границах участка парковок нет. В границах участка никаких площадок детских нет. Соответственно, мы видим на глубоку, просто на глубоку. Поэтому я лично, я против того, чтобы давать заявительным разрешением на изменение словно разрешенного использования. И я прошу занести этот протокол и думаю, что в основном меня здесь все поддерживают. Комиссия рассмотрит все обращения и даст рекомендацию главе города, который будет принимать окончательное решение. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Анна Пилипец, Евгений Шикарев.